Возможно ли установить связь с другими цивилизациями посредством сигнала с Земли? Чтобы понять, как установить связь с другими цивилизациями, надо полностью отбросить все представления, которые существуют в современной физике и в современной фантастике, в том числе фантастических фильмах. Потому что есть ограничения на установление связи с неземными цивилизациями, которые диктуют теорию относительности. На самом деле оба постулата теории относительности противоречат экспериментальным данным, а все формулы, которые дают теорию относительности, на самом деле получены были задолго до создания теории относительности такими учеными, как Хевисайд, Джиджи Томсон и рядом других людей. Так что поэтому надо отбросить эти представления и руководствоваться тем, что существует связь, которая имеет скорость гораздо большей скорости света. То есть связь сверхсветогую, с помощью которой и можно установить связь с неземными цивилизациями. И в древности, несомненно, это делали. И более того, я думаю, что для этого служили такие объекты, как пирамиды. Именно для установления связи с неземными цивилизациями. Ну а как это делается, можно рассказать отдельно. Я обращу ваше внимание, что несколько лет назад немецкие физики Нимс и Штархофен поставили опыты, которые позволили получить сверхсветовое распространение сигнала между двумя призмами. И вот здесь я говорю о том, что существует аналогия между этим опытом и использованием пирамид. То есть пирамиды в определенный момент времени ориентировались на определенные взводы, скажем, на созвездия прият, с которыми и осуществлялась вот такая сверхсветовая коммуникация. Разумеется, обычная радиоволна для этого не подходит. А вот волны, которые регистрировали немецкие физики и которые исходят из пирамид, пирамида в данном случае выступает как резонатор, как передатчик и как приемник. И с помощью вот таких объектов можно действительно установить сверхсветовую связь с очень удаленными объектами. У нас связь осуществляется посредством так называемого прогойного звука в эфире или физическом вакууме, как его сейчас называют современные физики. Насколько велика вероятность, что эти сигналы будут поняты? Не возникнут ли трудностей перевода при распознании таких сигналов? Дело в том, что такие сигналы уже неоднократно регистрировались. И более того, их даже регистрировали как звуковые сигналы. То есть они преобразуются в звук. И этот звук идет на языке древнего станскрита, то есть древнерусского языка, то есть языка древней ведической цивилизации. То есть вот тот язык, на котором мы сейчас разговариваем, на самом деле, он сохранил многие черты древнего космического языка. Потому что в древние времена наши предки могли путешествовать по разным звездным системам. Может, и нам присылают такие сигналы, но только мы их не понимаем? Вот те сигналы, которые нам якобы присылают, которые принимаются с помощью обычных электромагнитных волн, разумеется, там ничего нельзя получить. Это шум. Потому что такими сигналами можно передать сообщения только на очень близкие расстояния. Ну а если световой сигнал идет, скажем, тысячи или миллионов лет, то цель такой связи вообще становится совершенно неясной. Потому что передавать сообщения, которые будут приняты там через тысячи или миллионов лет, я думаю, совершенно бессмысленно. Возможно ли, что просто не помимо какие-то сигналы из-за разницы в технологиях? Быть может, такой контакт вообще невозможен? Ну, вот на том уровне, который предлагает программу сети и другие подобные программы, которые разрабатывали, скажем, американцы, разумеется, эти программы совершенно бесполезны. С помощью них мы ничего не поймем, потому что принимать сигнал надо именно на продольных волнах в физическом вакууме. Вот эти волны распространяются с гигантской скоростью. И приемники должны быть совершенно другие. В Египте продолжают находить пирамиды. Космические снимки показывают их и впервые в Египте. Если все же считать пирамиды результатом труда инопланетных цивилизаций, то как им удалось вступить в контакт с нашими предками? Почему у них не возникло трудности перевода и как они общались? Дело в том, что так называемые инопланетные цивилизации, которые разговаривали на этом языке древнего санскрити, это и есть наши предки. Это никакие не инопланетяне. Это те же жители Земли, которые путешествовали по разным звездам системы, потому что техника того уровня позволяла это делать. Ну а вот пирамиды использовались в качестве приемников и передатчиков таких сигналов. Ну, повторюсь, наверное, в этом вопросе и все же. А может древние продвинутые цивилизации были вовсе неземными? Ну, если говорить о том, как произошел человек, то в этом смысле можно говорить о том, что эти цивилизации были неземными, потому что человек пришел на Землю из других звездных систем. Более того, считается, что разные расы произошли из разных звездных систем, потому что эволюция человека на Земле не могла привести к таким результатам, потому что человек кардинальным образом отличается от других зверей. Скажем, он не имеет вот такого густого шерстяного попрова, не имеет клыков, не имеет особенностей половых органов, которые есть у животных и так далее. То есть отличие здесь кардинальное, это говорит о том, что человек не мог появиться непосредственно на Земле. То есть человек имеет космическое происхождение. Тогда как вариант, может быть, что все эти великие цивилизации исчезли внезапно просто потому, что нашу Землю покинули пришельцы? Дело в том, что даже за последние несколько тысяч лет уже погибли несколько человеческих цивилизаций. Вот последняя такая была грандиозная катастрофа. Это была глобальная война, которая описана в легендах и мифах Древней Греции, Древнего Рима, Скандинавских мифов. Ну и самое главное, то, что описано в индийском эпосе, прежде всего, в эпосе Махабхарата. То есть вот эта война, которая произошла на самом деле не очень давно, примерно полторы тысячи лет назад, согласно новой хронологии, которая сейчас разрабатывается, она привела практически к исчезновению человеческой цивилизации, остатки человечества впали в каменный век. Но еще сохранились вот те достижения человеческой мысли, которые были до этой грандиозной катастрофы, сохранились они в том числе в виде Виман, Вайтман и других летательных аппаратов, которые сохранились на огромном количестве средневековых изображений, фрессах, икон, картин и так далее. То есть это говорит о том, что даже во времена библейских событий или во времена Алюрика, такие летательные аппараты еще в единичных экземплярах сохранялись. И это подтверждается расшифровками древних изображений, которые сейчас проводит Валерий Алексеевич Чудинов. Он открыл огромное количество таких артефактов, которые говорят о том, что еще каких-то там 800-900 лет назад такие летательные аппараты еще существовали. Но, к сожалению, для управления ими нужны древние ведические знания, которые к тому времени уже терялись. Возникли религиозные войны, и, в общем, все это знание было потеряно, вот уже к средневековье оно уже было потеряно. Что Вы скажете о геоглифах Наски? Ваше мнение о целях их создания? Понимаете, весь земной шар покрыт огромным количеством геоглифов, вот в том числе геоглифами Наска. То есть ничего особенного в этих геоглифах нет. Существуют и геоглифы огромного размера, которые существуют и на поверхности Земли, и на морском дне. Вот то, что сейчас расшифровывают многие исследователи, в том числе профессор Чединов. Значит, все это говорит о том, что все эти геоглифы были результатом деятельности древней ведической цивилизации. Именно вовременное их создание там жила цивилизация Кауачи, которая после рассвета внезапно исчезла. И еще один вопрос, пусть банальный, но ответ на него определенно нет до сих пор. Как могли быть созданы эти геоглифы? Они есть и в других местах. Ложить в Англии человек из Уилью Коктона. Дело в том, что вот эти все геоглифы были сделаны вовсе не индейцами, а древней ведической цивилизацией, которая разговаривала на языке, практически совпадающем с древним санскритом. И все эти надписи делались именно на этом языке. Так что говорить о том, что это сделали индейцы какими-то примитивными техническими средствами, нельзя. Это делала древняя ведическая цивилизация, которая обладала совершенными технологиями, в том числе и магическими. Так что для них сделать геоглифы было гораздо проще, чем изменить, скажем, релье в земли. А изменяли они релье в земли, то есть проводили такой объем работы, который в современной цивилизации совершенно недоступен. Я обращаю внимание на объект, который называется Мачу-Пикчу. И там в горах вырезано лицо древнего князя или древнего ведического война, размера там 100-метровый на самом деле. Это вот один такой пример известный, но на самом деле есть изображения и километровых размеров, они разбросаны по всей земле, есть такие изображения и на дне Ледовитого океана, и на дне Атлантического океана, и даже в Антарктиде. Так что удивляться вот этим геоглифам, которые обнаружили там на плато Наска, не стоит, потому что этот объект не представляет такого интереса, как многие другие объекты. Круги на полях и пришельцы. Говорят, что в тех местах часто видят НЛО. Ваше мнение относительно всей этой истории? Видимо, имеется в Англии, где есть... Дело в том, что все эти круги на полях проявляются на местах силы древней ведической цивилизации. То есть то, что есть в Англии, в Уэссе, в Шотландии. Такие же круги появляются и у нас, на Кубани. То есть все эти места, они связаны с деятельностью древней ведической цивилизации. И, по всей видимости, наши предки или наши боги, можно говорить как угодно, которые еще умеют летать вот на таких виманах или вайтмарах, они способны передавать нам с помощью вот этих летательных аппаратов или каких-то других аппаратов вот такие пиктографические и другие изображения, которые нам надо расшифровывать. Потому что в них содержится определенная информация, определенное указание человечеству на то, что им предстоит пережить и как выходить из этой ситуации. Потому что они дают нам определенные подсказки. И существует много людей, которые расшифровывают вот эти послания так называемых инопланетян для того, чтобы понять, что происходит с Землей. Космонавты и астронавты рассказывают о том, что виден Ло. Думаете, это правда? Или это могут быть какие-то галлюцинации на орбите? Дело в том, что вот такие аналоги, в виде там светящихся шаров, каких-то летающих червей и так далее, они присутствуют везде по Земле, не только в космосе. Они засняты и на Солнце, засняты на Луне. Так что ничего странного в том, что космонавты видели такие объекты, нет. На самом деле они очень широко распространены. Сейчас в связи с развитием цифровой видеотехники заснято огромное количество таких изображений и роликов, которые можно посмотреть. Так что, в общем-то, ничего странного в том, что космонавты видели вот такие аналоги. А может быть, это вообще пространственные длинные провалы? Дело в том, что современные естественные знания, которые ориентируются вот на такие ложные теории, как частная и общая теория относительности, они оперируют такими понятиями, как кротовые норы, какие-то путешествия во времени. На самом деле всё это ошибочно, потому что мы живём в обычном трёхмерном пространстве, и с помощью этого обычного трёхмерного пространства можно объяснить практически все электромагнитные и другие явления. Поэтому вот такое рассмотрение, которое говорит о параллельных мирах, каких-то дырах во времени, в пространстве, всё это совершенно несостоятельно, потому что всё, что мы имеем в виде наблюдений НЛО и других объектов, связано с тем, что это объекты тонкого мира, которые могут при определённых соотношениях эфирных констант переходить в наш виденый диапазон и быть для нас видимыми. На самом деле там меняются частотные диапазоны, скажем, всё изображение таких объектов может перейти в далёкий инфракрасный диапазон, и становится для нас невидимым. Но вот все эти объекты умеют управлять свойствами физического вакуума или эфира и переходить в другой частотный диапазон и становиться для нас видимыми. Так что никаких провалов во времени, в пространстве не требуется для объяснения таких явлений. Спутниковые снимки руин непонятного происхождения. Быть может, наше воображение нам рисует инопланетная база на Луне, или всё же там есть какие-то доказательства? Дело в том, что Луна – это искусственный объект, построенный древней ведической цивилизацией, и естественно, что на ней есть такие же руины, которые находятся и на поверхности Земли. То есть в то время люди умели путешествовать на другие планеты, даже на другие звёздные системы. Естественно, что Луна была объектом их посещения, и там есть множество надписей, в том числе надписей на языке, который можно рассматривать как древний санскрит. Для того, чтобы разобраться с темой НЛО, космических путешествий, надо полностью отказаться от тех представлений, которые существуют и в современной физике, и в современной фантастики, в том числе в фантастических фильмах. Потому что, на самом деле, вот с помощью тех технических устройств, которые сейчас существуют, человек в космосе путешествовать не может. Дело в том, что когда американцы разрабатывали лунную программу, то было обнаружено, что уровень космической радиации превосходит ожидаемых примерно на два порядка. То есть для того, чтобы выйти за размеры магнитосферы Земли, то есть на расстоянии нескольких тысяч или десятков тысяч километров, требуется очень серьёзная защита вот этого космического излучения. Ну какая защита? Ну как минимум, там сантиметр свинцовой оболочки летательного аппарата. Иначе космонавт за несколько часов получит смертельную дозу радиации. Поэтому, разумеется, никакие американские астронавты не летали на Луну. Более того, они даже не выходили за пределы магнитосферы Земли. То есть всё это космическая афера, которую, к сожалению, поддержали советские партийные органы, и по их команде поддержала даже советская космонавтика. То есть это было предательство, предательство нашей Родины, когда мы поддержали вот этот миф о том, что американцы были на Луне. К сожалению, с помощью тех средств, которые есть и в Америке, и в России, путешествия за пределы Земли на расстоянии даже нескольких тысяч километров невозможно. Я говорю уже о полётах на Луну. Поэтому все космические программы, которые сейчас разрабатываются, в которых говорится о полётах на Луну или на другие планеты Солнечной системы, это полный обман. Спасибо.